Дороги, ведущие к искусству полны терний, но на них удается срывать и прекрасные цветы. Это эпиграф к новому сборнику сценографа, художника и дизайнера Лены Ивановны Гоголевой. Ей ведомы многие секреты театрального волшебства, ведь сцена – это тоже своеобразный холст, наполненный цветом, музыкой и образами. Наша история о поиске и новых гранях творчества театрального художника. В нашей семье была всегда свобода выбора. И вот эта свобода, куда тебя влечет, куда твоя душа летит, для нас всегда это было самое важное. Мои родители счастливо соединили в себе небо и землю. Это такой уникальный случай. Папа – поэт. Он постоянно находился в состоянии творческого подъема. Отец – он вот крылья. Он всегда витал в облаках. У него всегда было все в таком ярком, выраженном состоянии, эмоциональном. А мама его как бы более реально на землю опускала. Она – садовод. Она стала основоположником садоводства в Якутии. Она создала уникальнейшие сорта черной смородины, которые заменили здесь, в Якутии, фрукты. Она была настолько тоже увлечена своей работой, она умудрилась создать цветущий яблоневый сад. На самом деле в ней тоже было очень много поэзий. Они прекрасно ладили, они прекрасно понимали друг друга. И вот это уникальное сочетание, для нас это как генная память. Или, если хотите, это была своего рода генная инженерия, которая создала нас, меня, сестру. Моя сестра, она тоже писательница, она пишет замечательные рассказы, переводчик очень хороший. Дочка моя тоже пошла по стопам творческой семьи, она балерина. Вообще для нас состояние творчества – это как дышать воздухом. Совершенно естественное состояние. Так сложилось, что в семье Гоголевых все прекрасно владели искусством рисования. И этот выбор юная Лена Гоголева сделала по порыву души. Лена, когда уже заканчивала училище, как-то она ко мне подошла и говорит, вот хочется мне быть и музыкантом, хочется и балериной, но все-таки, думаю, наверное, вот театральное искусство выберу. Потому что она училась, вот очень хороший был театральный художник, ее педагог Владимир Давыдович Иванов и Ватяков Юрий Иннокентьевич. Я очень хорошо помню, как пришла труппа молодая, это щепкинцы, где артистами были Ефим Степанов, Андрей Борисов и Степанида Борисова. Они привезли первый спектакль, это был «Простушка и воспитанная». Я смотрела, там костюмы были из подбора явно. Я тогда не понимала, что это подбор. Просто мне показали, что они могли бы быть пошикарнее. И я подумала, если я бы пришла работать в театр, я бы занималась непременно театральным костюмом, чтобы артисты выглядели всегда, как мне казалось, хотелось, сногсшивательно. Я ничего не прошу. Я только хотела, чтобы однажды утром, пока еще закрыты мои глаза, изменился бы весь мир. В этом отрывке из произведения японского писателя Юкио Мисима заложено желание будущего театрального художника раскрасить мир всеми цветами радуги. И действительно, ее мечта сбылась. После окончания Ленинградского государственного института театра и кино Лена Гоголева стала главным художником государственного театра оперы и балета. Первой моей постановкой, которая определила, может быть, уже мою дальнейшую судьбу, это была совместная постановка спектакля «Нюргон-Боттер-стремительный», где я был режиссером Андрей Савич Борисов, а художником-сценографом был Геннадий Петрович Сотников. И я не знаю, как так получилось. И они мне предложили попробовать себя в костюмах к этому спектаклю. Я помню, что было, знаете, есть такое литературное слово, оно такое емкое. Огромное количество костюмов. Нужно было одеть полностью весь хор, желательно индивидуально каждого. Нужно было очень подробно одеть солистов, значит, там был балет, массов, как это говорится, дополнительные мемансы. Мы очень внимательно изучали якутский костюм. И старались отнестись к архитектонике костюма и к технологии производства самого костюма очень уважительно и внимательно. Вот я для себя лично ставила задачу изучить архетип, изучить крой точный. И на это основание уже сделать театральную версию. В атмосфере Саха-театра уже зрела идея создания национального театра «Алан-Хо». После успешной премьеры оперы Андрей Савич Борисов предложил Лене Ивановне продолжить творческий тандем в стенах его театра. И вот постепенно сформировалась такая творческая кредо, моё личное. Я думаю, что очень важную вещь, которую мне удалось создать в Саха-театре за эти годы работы, за многие годы работы, это создать определенную культуру сценического костюма. Достаточно поднять её на достаточно высокий профессиональный уровень. И этому способствовало то, что у нас хорошая, очень профессиональная команда художников-постановщиков. Все получили образование в Санкт-Петербургской театральной академии. И исполнительская команда у нас, производственные цеха, особенно пошивочный цех. Мы прорабатываем всё. Сначала эскиз, внешний образ, потом технологию. Технологии кроя, подбор ткани, фактор ткани, как это в общем. Потом, естественно, должна быть ансамблевость. В общем, задач здесь масса. И если слаженный коллектив, если мы хорошо понимаем, мы порой понимаем, просто друг друга на словах, тот же. Когда исполнитель ещё хорошо понимает постановщика, то получается вот эта самая культура. Диктует правила игры режиссёр. Театральный художник, профессия такая довольно-таки специфическая. Она в определённой степени зависимая. Конечно, художник сначала предлагает своё видение, а потом уже режиссёр принимает или не принимает, нравится ему созвучие или не созвучие. Ну, на примере, вот как мы работали над спектаклем «Кастебелье». Это один из спектаклей, который я особенно люблю, и который как бы прозвучал особенно ярко. Это был первый спектакль театра «Алан Хо». И этот спектакль был номинирован на «Золотую маску». Здесь ставилась задача. Во-первых, это своего рода фантазия, фэнтези. «Алан Хо» — это, можно сказать, фэнтези. С одной стороны, мы должны были сделать очень точные национальные костюмы, сохраняя традиции и опять-таки эту культуру, национальную культуру. А с другой стороны, нужно было не ограничивать себе фантазии и придумать все такие костюмы, которые бы удивляли и запоминались. Ведь там три мира. Мир верхний божеств, мир божеств сияющих, средний мир — мир людей, и нижний мир — мир чертей абазы. Красный цвет — это агрессия, ярко выраженные эмоции. А черный цвет — это отрицание всего глухое ничто. Поэтому нижний мир считается темным, темным, черным. А противовес ему, верхний мир — это белый молочный. 24 оттенка белого цвета в якутском языке существует. Но философское понятие белого цвета — это сияющий, это абсолютный свет. И поэтому у нас солнце белого цвета, у нас серебряные украшения. Серебро — это тоже белый цвет. Это вот отсюда, поэтому божества должны быть серебристые, сверкающие, белые. Или они должны быть осаченком белого цвета, как топленое молоко, как сливочное, вот у нас как керча, да. Остается только нарисовать. А после этого, после рисунка, остается придумать, как это сделать. А потом уже это изготовить. А потом убедить, что это хорошо. Вот. Такие задачи стояли. Она как-то не застыкливается на национальном. Потому что вот даже, даже не только лон-хо, даже вот такие классические постановки, как Рене-Жулиетта, как вот «Однажды в городе» вот называется, да. Мы же знаем короля Лира. Вдруг там появляются люди в разных там. И якутские костюмы там перекликаются западными, и с какими-то астекомскими, индейскими. И это вообще не случайно. Потому что она считает, и я думаю, она правильно, что искусство вообще корня всех народов единое. Есть какой-то один духовный источник, это мифы. И она вот как раз основана на этих мифах. Король Лир, который дал мне возможность поработать в очень жесткой схеме. Там были черно-белые костюмы, в основном черные. Нужно было вот найти 50 оттенков черного цвета. К тому же надо было поработать такой современной, несколько суховатой стилистике, что мне, в общем-то, не свойственно. Я люблю пышность, я люблю узорочье. Или как это называется, я люблю стиль барокко, я люблю рококо. Ну вот так устроено. А здесь составила совсем другая задача. Здесь нужно было сделать графический спектакль. Но работать было достаточно интересно. Именно в рамках, таких жестких рамках. Еще один спектакль, который я особенно люблю, это один из последних спектаклей с режиссером Леной Ивановой Гримм. Это «Антигона». «Антигона» опять-таки ставили совсем другие задачи. Костюм осовремененный, в котором звучала, тем не менее, эпоха, значит, античности. И в то же время это должно было быть монументальное какое-то произведение. И одновременно оно должно было быть очень таким эпичным. И вот соединение таких сложных и, в общем, разноплановых задач было просто очень интересно решать. И сценическая форма, он такой был такой сложный, многомерный. И в костюмах нужно было решать сложные задачи. Я вообще люблю спектакль, который ставит сложные, трудные задачи. Где художника есть, над чем поработать. Театр — это особый мир, отдаленный от нас так же, как сцена от портера, между театрами действительностью, музыка и огненная полоса рампы. Переступив это пространство, является нам на сцене действие, полное романтики и страданий. Оказалось, что в этом мире искусство, кроме оваций, успеха, известности и иллюзорных ожиданий, соседствуют и другие эмоции. Я думаю, вы знаете, наше поколение очень много в личной жизни проморгало. Мы были воспитаны так, что все наше, основное наше жизнь, время, жизненное время должно было быть отто на работе. Нас так воспитали. А сейчас совершенно другое поколение пришло. Для них важнее личностное. Их личное пространство, их личный выбор и личная жизнь. Я отношусь к этому с уважением. И более того, я считаю, они во многом правы. Потому что вот сейчас горечью должна признать, что я не видела, как пошла моя дочка. В это время я работала. Как она пошла в первый класс. Проводил ее дедушка в первый класс. Не я. И сейчас я очень об этом жалею. И я думаю, что даже свое материнское время я во многом, из-за того, что я постоянно находилась на работе в театре, я очень много не додала, может быть, своей дочери, что нужно было бы. И сейчас, я думаю, надеюсь, что другое поколение, оно думает иначе. И будет задумываться о том, какими вырастут их дети, что они дали им и дадут сейчас, на этот момент. Это очень важно на самом деле. В поисках гармонии и совершенства мира Лена Ивановна открыла для себя другие горизонты своего «я». но не на театральных подмостках, а в живописи и графике. К сожалению, последняя тенденция в сценографии, вообще, скажем так, в театральной моде, в театрально-постановочной моде общая тенденция к упрощению. Это такое общее течение, что идет театр, идет на улицу, а улица приходит в театр. В связи с этим костюмы, минимализм в костюмах, сценографии тоже минимализм, минимализм, но даже понятие изменилось, формулировки изменились. Если раньше мы называли театральные декорации, потом стали говорить о сценографии, сейчас называются вообще, говорят, чаще говорят театральная архитектура, сценическая архитектура. В этой форме меняется, все меняется, но что делать? Был такой период времени, когда работы в театре для меня лично было немного. Поскольку я привыкла быть очень таким занятым человеком, мне необходимо было творить, и я думаю, в этот момент как раз для меня открылась какая-то другая дверь, может быть, другой жанр. Я вспомнила, что когда-то в училище я слыла очень хорошим колористом, я вообще очень люблю живопись, и я вернулась вот к этому своему первому увлечению. Создала серию работ таких концептуальных, это татуированные боги, и значит, у меня медноголовая самнамбулы. Я думаю, что театр это вообще синтетическое искусство. Чтобы быть театральным художником, надо знать музыку, надо хорошо знать литературу, естественная живопись, графика, она художник прежде всего, да, и все это есть. Вот медноголовая самнамбулы на каждое дело, первый раз она делала выставку. Кстати, в 98-м году, когда эта выставка делала, отец ее, Иван Михайлович, ко мне подошел и сказал, как вы думаете, будет из Лены художник? Я говорю, да, конечно, наверное, конечно, такое неопределенно. Нет, и я тогда уже чувствовала, что у Лены есть очень большой потенциал, и она это его осуществила. Классическая тема духа Итчи в новой форме и другой интерпретации это путь достойный восхищения. Его можно сравнить с тактикой, которую использовал в своей военной практике генерал Шарль Деголь. Выбирайте самый трудный путь, на нем вы не встретите конкурентов. Какой-то период и это мне показалось уже мало. Хотелось попробовать себя уже в другой апостаси, и меня случай свел интересным человеком. Мы делали спектакль Чингисхан. Они увидели мои эскизы для украшений, серебряных украшений для жен Чингисхана. Они вдруг предложили, а вы не хотите попробовать сделать в золоте коллекцию? Я сначала очень удивилась. Золото с бриллиантами. Но потом задача меня очень увлекла и решилась подойти к ней совсем с другой стороны. Опять-таки найти концепцию. Меня спасло. Я нашла образы в кунице, в писанице, в итальянской писанице. Образ пришел сам по себе. Золотые кони на серебряных камнях. Несколько колеев таких, они стали основополагающие этой коллекцией. Вот поэтому и альбом состоит из трех частей. Я даже на начале хотела его назвать три мира. Театр, живопись и ювелирный дизайн. Но потом, когда это действительно слишком похоже на Алан Хо, решила остановиться и сделать его просто трех частным. Меня тоже очень импонирует стиль, который выбрала Лена. Они открыли совершенно новое направление в якутском ювелирном искусстве. Сначала Лена Манжуря по-другому подошел, они не похожи друг на друга, но оба вышли буквально из якутской мифологии, изучая глубинные традиции. Даже не только якутские, далеко-далеко, скидские, хунские традиции. И все это приплелось, это очень точно вошло в стиль, который я называю этномодерном. у Лены это ее украшение, которые вот, даже маленькое может быть, даже перстень, он несет знак особый. Ее образы, ее все ювелирные вещи, они несут символику. Но так же, как в ее театральных, кстати говоря, работах, и в живописи, в графиках, вот эта вся орнаментика, которая несет особый смысл. И вот это как раз вот этот смысл, символика, она, мне кажется, удачно осуществляет в ювелирном искусстве. Вот сейчас уже закрыв последнюю страницу этого альбома, над которым мы работали год с Алексеем Икоровым, замечательным совершенно дизайнером, и с моим педагогом, с профессором Зинаидой Ивановной Унаровой, Ивановой Унаровой, Я хочу сказать, что, знаете, сейчас, мне кажется, этот альбом, он такой языческий. Я говорю уже с позиции человека, который уже поменялось мировоззрение. Сейчас я уже совсем в другом нахожусь в периоде осмысления, что ли, своего творчества. Лена Ивановна, выпустив этот сборник, показала высокий творческий уровень и мастерство театральных художников Якутии. Каждая страница показывает историю создания многих спектаклей, а содержание и визуальный ряд окунает нас в атмосферу театрального действа. Это второе удачное издание, выпущенное нами после трехтомной антологии театра. А сборник показывает творческий процесс, как человек находит свой почерк, свой путь в искусстве. Это достойно уважения и высокой оценки. Наступают такие моменты, когда я думаю, боже мой, как все плохо, как у меня. Вот это не получилось, и там не получилось, и здесь ничего не удалось. Здесь проиграла, здесь совершила ошибку. Потом проходит время, думаю, так, надо начать все сначала. И вот это стремление постоянно усовершенствовать, совершенствовать свою профессию, свою позицию в жизни, вот это во-много меня спасало. И спасает, я думаю, и сейчас. я ближе к птице феникс, которая сгорает, а потом снова возрождается. У меня уже начинается совсем другой период, и мне очень близко сейчас японская поэзия и японская графика, где очень скупыми средствами передается огромный большой мир. И вот эта тема меня сейчас интересует больше всего. Увидеть большое в малом. Раньше было наоборот. Дороги, ведущие к искусству, полны терний. Но сколько в них вдохновения, незабываемых мгновений зарождения нового и неисчерпаемости человеческого духа. Две равновеликие грани творчества, как два крыла птицы феникс, возрождающиеся вновь и вновь. Да осилит дорогу идущий. КОНЕЦ